здравствуйте я уже говорил о том каким образом можно использовать визуализации сегодня хочу поговорить немножко о том какую роль и какое место в общее искусстве исцеления занимает например звуки сразу хочу сказать что звуки прежде всего используется для очищения то есть звук сам по себе не является физическом смысле какой-то вещественной субстанции это колебания колебания когда вещество занимает то больше то меньше места в пространстве практически это колебания пустоты это энергетический эффект и поэтому когда например человек уже находит состояние хронической болезни или какие-то образовались там допустим уплотнение опухоли то конечно же энергия там уже очень плохо проходит там нет движения и когда мы используем специальную вибрацию звуковую которая резонирует этом месте она начинает все это приводить движение и позволяет тканям клеткам или даже внутренним клеточным структурам освобождаться от той токсичной энергии которая мешает свободному течению уже здоровой энергии функционирование тогда и поэтому применяется соответствующие звуки которые могут если изучать уже теорию звука например есть у меня несколько вариантов что я предлагаю я исследовал звуки уже десятилетиям больше 30 лет может быть скоро будет уже 40 лет и поэтому достаточно хорошо разобрался с этим поэтому есть звуки которые могут воздействовать целенаправленно определенные ткани на плен и органы определенные структуры определенные жидкость определенные функции и так далее и прежде всего с точки зрения того что там где болезнь навсегда есть застой мутной ци то есть накопилось мутной ци которая нарушает нормальное функционирование регенерацию там восстановление поэтому нужно отделить ее и вывести и звук позволяет это делать другое дело что есть еще звуки которые мы вдыхаем выдыхаем произносим там шепотом произносим слух есть разные тоны но об этом я скажу отдельно просто хотел обозначить что чтобы вы понимали место и роль звуков они могут воспользоваться как для восполнения энергии так и для очищения но главное все таки вот когда человек больше хочет стоит задача восполнения стимуляции то речь идет больше о визуализации которая может сопровождаться звуком не может просто быть визуализации но а звуки это прежде всего мы освобождаем организм от тех негативных факторов которые накопились чтобы организм пришел в себя расправился и начал как говорится оздоравливаться и правильно работать вот такова роль звуков а уже подробности касаемые разных способов может быть я расскажу какой-нибудь из очередных коротких заметок мысли вслух на этом все спасибо и до новых встреч